Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Вот. Мы с вами продолжаем бесконечную серию, 124-я. Если первая серия, я еще помню, что это даже под давлением Антона Балерьевича Сапронова пытался как-то упорядочить. Там сегодня посадка, завтра прививка, послезавтра уход. Потом я соглашался, потом хватался за голову, а ухода-то никакого-то и не надо. И получается, любой уход – это уничтожение медленное или быстрое дерево. И вот так вот. Я тогда махнул рукой, Антон молчит. Больше не пытается меня воспитывать. Кстати, Антон Валерьевич, пожалуйста, фотографии в вашем саду. Ничего про вас не знаю. Гектар взял, тоже крышу снесло. Гектар – это не шутки. Растит-растит. Нет, ничего не знаем. Как это так? Лучший ученик Железова. Вот, и тишина. Ладно, поехали. Значит, о чём мы будем говорить? Об чём. Смотрите, вот эту фотографию, мне её навязали практически. Ну, вы представляете, может быть, потому что я садовод, может, потому что у меня много садовоческих тем. Но всё, всё, вот это всё, что может в садовом мире создано, ну ладно бы создано, я согласен, я бы от зависти бы сейчас повесился, как там, помните, там шутки, как художникам сказали, повесится в Третьяковской галерее. Я бы повесился бы от зависти. Но оно всё нарисовано, друзья, нарисовано. Я думаю, ну ладно, ну погодите. И вот сейчас, да, вот, ладно, давайте вот так сделаем. Смотрите, ради вот этих детей, вот, мы в самом страшном мире оказались. В самом страшном. Вначале всё это окажется туфтой. То есть, тот, кто выпишет вот это вот, а это нарисовано, он получит какую-то дрянь, потом всю жизнь будет за ней ухаживать. Если не дай бог фрукты, то отравлены, а скорее всего ничего. Ради этих детей я решил дальше продолжать, хотя она становится всё меньше, а не больше. Время меняется. Представляете, у Железова 10 лет назад, 15-20 лет назад, самый главный враг был, это почтальон. Потому что она тискала письма в мой почтовый ящик, а они не влазили. А ей с её километровыми пробежками легко на третий этаж подняться, постучаться в дверь. Вот. И со злобным видом вручить мне вот такую пачку писем. Сейчас месяцами ни одного. Всё, то поколение ушло. Для чего я его выучил? Ну, теперь в райском саду многие уже нормально выращивают. В райском, подчеркиваю. Там. Вот такое грустное начало. Радик детей я продолжаю. Вот. Ну, что я сделал? Сейчас в шоке будете. Не каждый же из вас вот сюда залезет. Ну, вот я взял, вот нашёл её. А что набрать-то? В колодовидную грушу наберите два слова. И слово фото. Это не всё. Внимание. Я сам, железо, который 27 лет воюет с этим дерьмом, да? Я уже не выбираю выражение, да? Вы представляете? Я нажал только, и вот это открылось. Вот это вот. Нет, я всё это видел. Я каждый из них видел. Вспомните эти самые подлинненькие фирмы, которые вынули уже не миллионы. Нет. Что вы? Какие миллионы? Это так много миллионов. Нет. Миллиарды уже рублей с ваших карманов за все годы. Вот. Только наберите слово «колонны» и наберите слово «сайт», а потом «колонны». И вы окажетесь вот в этом районе. Вот. Если бы где-то там, ну, хоть один бы раз, чтобы кто-то взял, тот, от кого это зависит. Один из сильных мира сего. Даже просто бы сказал, даже лучше бы команда «ФАС», чтобы всё это дерьмо закрыли, все эти сайты, чтобы туда приходили люди, не приходили, а врывались, ломая двери закрытые. Вот. Технику конфисковал. Вот. Всех на допрос. Где? Откуда? Дровишки. Откуда? Вы что? Вы уже миллиарды людей из кармана вытащили. У миллионов людей руки опустились. Вы что, охерели? Ведь это же масштабы какие. Там одного нашего человека. Так бы надо, ребята, как бы надо, чтобы всё вот это прекратить. Спасибо товарищу, который мне вот это прислал. Вот. Думаю, что я у него куплюсь. Ту, блядь, товарища бы позвал. Это дерьмо. Дерьмового человека, который хочет, чтобы я у него купил эти саженцы. А давайте смотреть. Это ещё оба. Это было выступление такое. Давайте смотреть сюда. Могли он. Ну, понятно, что он бы развалился, не проживая ни одной секунды. Вот. Потому что это, ну, против закона физики. Но я вам покажу, как это делается, этот обман. Смотрите, внимание, вот берём вниз, смотрите, вниз. Обратите внимание, вы ничего не заметили. Берётся вот так вот, вот этот фрагмент. Это талантливый художник. Или там, как их называют? Который компьютерный художник, смотрите, разворачивается. Видели? Разворачивается. Я ничего не напутал. Вот тут вот перерусловится несколько листиков. Закрыли вот это среднее яблочко. Вот. Вот скажите, что я не прав. Посмотрите внимательно. Посмотрите, где там листик закрывает. Вот листик закрывает. Вот так, вот он, так. Вот этот листик, вот он, вот этот листик. Поняли, да? Берём самый низ. Внимание. Что мы видим? Вот эти вот раз, два, жёлтенькие, три яблочка. Являются копией раз, два, три. Только повёртые в другую сторону. Я ничего не напутал. Вот это вот яблочко красное. Равна вот этому. Посмотрите на нём мятинки. Посмотрите на нём блики играет. Вот это равно этому. А здесь перерисовали целое яблочко. Поздравляю. Ни за что не догадайтесь. Ага, меня старого волка проведёшь. Вот он получается, вот такой шедевр. Вот. Для чего всё это я говорю? Нам нужен свой человек там. Сейчас близко такого нет. Внедряем Милина Александровна Савельевича. Вот она вернулась и возвращается с Москвой. Вот сегодня. Вот. Ну, это отдельный разговор. Захочется, расскажет. Вот. Пока ещё подробностей я не знаю. Несколько фотографий получил. И всё. Так. Поэтому тут получается так. Это я вам за вопрос задаю. Будем продолжать? Если у нас будет даже совсем мало. Ну, это всё. 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 Продолжение следует...